Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 5 ноября и хотя сегодня праздничный день, я сейчас хочу снять небольшое видео, отвлеку вас ненадолго. Я обещала рассказать о результатах первого месяца моей диеты. Я всем говорила, что после дня рождения, 29 сентября, 1 октября я села на бессолевую диету, был вес 107. Сейчас посмотрю. 107 килограмм 300 грамм. Через 4 недели я взвешивалась 101 килограмм 200 грамм, значит первый месяц ушло, я когда на весах взвешивалась неправильно посчитала, 6 килограммов 100 граммов. Конечно, в основном ушло вот отсюда, у меня здесь проблемная зона, ушло с бедер, ушло отсюда. И на мне визуально эти 6 килограмм, конечно, не видно, потому что вес огромный. Вы представьте, если, например, нормальный человек похудеет на 6 килограмм, на нем видно, на мне это не видно. Если визуально это не видно, то организм это чувствует сразу. Чувствуют ноги, чувствует спина, эта легкость. И сейчас я расскажу вам план. С сегодняшнего дня я повторяю опять этот месячник свой, и ко мне присоединятся многие зрительницы. Я сейчас расскажу план, как я буду делать, а вы будете смотреть по своему желанию. Вот с сегодняшнего дня, с 5 по 14, я буду 2 недели придерживаться опять строго по списку бессолевой диеты. Потом с 14 ноября по 2 декабря 2 недели я делаю замены, то есть капусту могу заменить, и там, как я уже показывала, этим гарниром из перца, гарниром из лука, всякими другими салатами. То есть я тоже буду выбирать также свои овощи, которые я вырастила, только не одну капусту, для разнообразия, потому что если кушать капусту 2-3 месяца, она очень-очень сильно надоест. Так, это я буду делать до 2 декабря. С 3 по 17 декабря я еще раз 2 недели напрягусь и посижу на бессолевой лечебной диете, потому что весь вес уходит в основном в этот период, когда сидишь именно по списку, ничего не заменяешь, ничего не добавляешь. С 17 по 30 декабря опять будут с добавлениями, с заменами, то есть я могу там уже и яблоки, и фрукты другие добавлять. И с 1 по 7 января будет общий стол, потому что несмотря на то, что нужно придерживаться, конечно, здорового питания, но на Новый год я не хочу сидеть за общим столом и голодными глазами смотреть, как другие едят там цыплят, табака, различные холодцы. Неделю я буду сидеть за общим столом, а после Нового года мы с вами встретимся и я расскажу, как я дальше буду продолжать. Через неделю или дней через 10 я добавлю к этой диете еще гимнастику для спины, потому что когда вот вес сбрасываешь, очень удобно, если еще в это время делать упражнения, то мы будем не только худеть, но и тело будет как бы подтягиваться. Вот этот пресс будем качать, которого, конечно, уже нет в помине, я года 2 не делала зарядку. Когда мне говорят, что не лучше ли придерживаться постоянно вот этого здорового питания, не надо будет вот такие вот делать какие-то жесткие ограничения. Да, конечно, лучше. Ну, кто об этом, кто с этим спорит? Конечно, лучше. Но просто особенно летом мне некогда готовить на 2 стола, то есть общий стол для мужчин, которые с работы приходят, и мне еще отдельно диетическое питание. У меня времени очень мало, ешь все подряд вместе с ними. Естественно, из-за того, что у нас очень много, вот у меня заболевания эндокринной системы, за общим столом я очень быстро набираю вес. Мне стоит начать кушать хлеб, у меня сразу жир налепляется. Поэтому один раз в 3 или 4 года я делаю вот такую интенсивную оздоровительную программу, то есть сбрасываю все лишнее, а потом 3 года спокойно опять живу, ну, как за общим столом сижу вместе со всеми. Но это делать нужно. Вот я рассказала о своих результатах, но я хочу сразу сказать, что из 6 килограммов, которые у меня, ну, разница сейчас образовалась, Килограмма 2 первая неделя, это жидкость, которая вследствие бессолевой диеты у меня ушла. То есть, если я сейчас сяду за общий стол, эти 2 килограмма вернутся. Но зато 4, это законные мои, это вот те жиры, которые вот здесь были, вот здесь. Конечно, опадает и лицо, разговора нет, но я на это уже не обращаю внимания, потому что для меня здоровье, которое внутри, и, например, спина, и суставы, в этом возрасте уже важнее, чем мой внешний вид. Но ничего, будем делать масочки, как-то омолаживаться. Все, до свидания. Желаю всем успехов, присоединяйтесь, девушки, женщины, в основном к вам обращаюсь, потому что это у нас больше всего проблема. После 40, после 50, вот начинается, вот здесь все налипать на нас, и вот тут, ну, это знают все. И оздоравливаться надо, худеть надо, и самый лучший период для этого зима. То есть, начинать надо с осени, когда у нас сейчас все свежее, закрома полные. Пожалуйста, салаты, рыба, курица, прекрасно. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова